Если навеяны несколькими событиями, вот не купила, забываю купить еще один дроппер, который нужно вставить во флакончик. Надо купить еще два, потому что там, по-моему, шесть сывороток ампульных концентратов в сибирском здоровье. Четыре у меня есть. Сейчас буду наносить все эти сыворотки вместе, делать из них коктейль. Делать неправильно, неправильно по общепринятому мнению. И как раз сегодня вот я вдохновлена, этот эфир у меня такой под вдохновением одного из постов, очень-очень интересного, богатого, уже богатого, быстро богатого, молодого парня, которому там еще нет 30. Я посмотрела, я не знаю точно, сколько ему лет, и это вдохновляет еще больше. Так, я пока вот так набираю ампульные концентраты, разные, и с бакучиолом в том числе. Его можно наносить на день, несколько капель в коктейль. Про неправильное. Только неправильные действия могут привести к новым результатам. Ну, условно неправильные. Для кого они неправильны? Кто эти правила создал? Вот я сейчас делаю этот концентрат, этот коктейль красоты. Я делаю его неправильно, не по признанным канонам, что в сыворотке надо наносить последовательно. А вы делаете неправильно, пишут мне в комментариях. Да, я делаю неправильно, однако я получаю офигительный результат. Чуть не сказала прямым текстом. Я ругаюсь, да. И те, кто меня идеализировал, да, я могу ругаться крепкими словами. Делаю это красиво, смачно, с удовольствием. Это тоже одно из проявлений того, как можно быть неправильным. Неправильная женщина на чей-то взгляд, неправильным там, я не знаю, спикером или еще кем-то. И вот я сегодня прочитала, смотрю нового человека, благодарю Ксению за эту рекомендацию. Мне очень многое приходит именно через Ксению и многим из вас тоже. И мы благодаря этому, вот так объединяя свои знания, свою информацию, которая нам приходит, вот этот входящий трафик, мы обмениваемся постоянно. Вот это тебе интересно, а я вот это интересно увидела. Я пересылаю ей, и она в ночи вчера мне поделилась. Я с утра открыла и прочитала интересный пост, посмотрела интересную информацию. И у нас родился уже новый план по, план Барбаруса по развитию своей личности. Антон, я же вам уже отвечала по поводу сильных ветров. И весной, и зимой, и летом в Новороссийске. Есть сильные ветра, да. Почему вас это волнует? Вы хотите переехать или что? Вот Антон меня второй раз уже об этом спрашивает в прямом эфире. Может быть, какие-то другие есть вопросы? Может быть, послушать тему, о которой говорит спикер, а не просто вот зайти и от балды что-то там нести. Может быть, послушать. Вы знаете, иногда, когда мы слушаем, это может дать очень хороший результат. Меня этому научил лайф-коуч, когда я тоже, я научилась благодаря ему, я научилась слушать людей. И я благодаря его одной только лишь фразе, я поняла, что иногда просто закрой рот. Если ты общаешься с человеком, от которого ты можешь получить какую-то информацию, то просто послушай. Вот просто посиди, послушай, и это может изменить твою жизнь. Вот его, эта фраза, она изменила мою жизнь. Я научилась с людьми общаться с интересом, представляете? Особенно с людьми, от которых я могу почерпнуть какие-либо знания. Я прям сижу и себя контролирую, что, ой, мне сейчас хочется спросить вот это. Да нет, это не важно, у человека идёт потоковая мысль. Дай ему высказаться, и тебе будет счастье, вот реально. Дайте высказаться человеку, которого вы слушаете, не перебивая его своим тем, что, ой, а у меня тоже вот так было, и я там вот это, а у меня была вот такая вот история в жизни. И всё, и человеку, вот мне лично уже неинтересно нести дальше свою информацию. Когда я хотела что-то, чем-то поделиться, и меня перебили на полусловие каким-то вообще нелепым вопросом или каким-то комментарием о том, что да, у меня тоже так было, я сама была такая. Но я училась, я же прохожу обучение по бизнесу и так далее, как вести беседу. Это же целое искусство, когда вы умеете выслушать клиента даже, выслушать его потребности, не говоря о том, что да, у меня тоже была проблема пигментации там или ещё что-то. И я тогда вот у меня там вообще, боже мой, целую историю об этом рассказывать. Человеку важно высказаться всегда самому. И вот если я сейчас вышла в эфир, наверное, я с чем-то вышла. Как вы думаете, Антон? И я вышла с темой, которая может пригодиться многим. А Антон мне продолжает писать, что я покупала в Новороссии японский велик на рамке. У вас же порт международный и морской. Ну вот, понимаете, человек даже слушает, но он не слышит то, о чём я говорю. У него своя тема, своя история вот эта в голове о том, что, с чем у него есть ассоциация с новороссийском. Это для него важнее и ценнее. Не важно, о чём говорит человек с экрана, да, мне важно, чтобы я сказал о том, что я купил там велик новороссийский. Есть ли там ветра? Ну ты ж покупал, ты ж был здесь. О чём вопрос вообще? К чему этот вопрос? Ты хочешь переехать или что? В связи с чем вопрос о ветрах? Думать о том, для чего я это спрашиваю? Для чего я трачу время своё? Энергию этого вопроса в мир вот так посылаю. Для чего? Для чего я зашёл на эфир этого человека? Когда начинают какие-то там хейтеры, у меня крайне редко это бывает, кто-то что-то там писать, и я думаю, боже мой, это время жизни, которое вы на это тратите. О чём можно говорить? О каких там доходах? О каком духовном развитии? Доходы, доходы, да? Дух, доходы. Что-то созвучное пролетело. О чём можно говорить, когда человек вообще в неосознанке? Да, Антон, я не про вас, вы не хейтер, я вижу. Я просто призываю, знаете, к чему? Чтобы осознавать, с какой целью я сейчас, вот этой женщине, вот вы мне спрашиваете, да, есть ли тут ветры в городе, с какой целью? У нас в Ростове были. Ну вот сейчас, с какой целью вы мне задаёте вопрос, была ли я у вас в Ростове? Думать, думать, думать. Для чего мне этот вопрос? Для чего мне знать? Была ли эта совершенно незнакомая мне женщина? Была ли она в Ростове? Какая мне нафиг разница? Была она в Ростове или не была? Спросить потом, понравился ли вам наш город или что? Это не важно. Вы просто живёте в Ростове, он вам нравится. Вы, может быть, хотите переехать в Новороссийск, узнаёте информацию. Тогда этот вопрос обусловлен, тогда этот вопрос имеет смысл, тогда имеет время. Скучно, одному хочется пообщаться. Так, может, стоит послушать, Антон? Если скучно, может быть, стоит послушать человека, которого несёт, который чем-то вдохновлён. Как я сейчас, например. Я сижу, меня аж колбасит, есть вот это дебильное совершенно слово, но оно очень хорошо определяет наши какие-то состояния, когда мы в какой-то вот таком приятном возбуждении. Это вдохновение, когда энергия на что-то откликнулась, наше внутреннее на что-то откликнулось. И у меня сегодня утром откликнулось, и я вот так спешу поделиться с вами, передать вот эту энергию, поделиться, зарядить, чтобы вот кому-то скучно. Скучно, потому что нет какого-то интересного дела в жизни. Аж горло пересыхает, понимаете? Так хочется много сказать. Я с вами делюсь именно пока я делаю уход за кожей. Вот сейчас нанесла сыворотки после тоника, нанесла вот этот гель жидкие патчи, нанесла на всё лицо, шею, декольте. Так, кремы для глаз я нанесла. Я окидываю взглядом свой органайзер, вот этот прекрасный новенький, в который я всё составила. Всё ли я нанесла. Так, у меня есть ещё одна сыворотка, и я позволю смешать сыворотки сибирского с сывороткой от Сиэль. Дать вдохновение. Моя задача сейчас вот передать быстро вот это вдохновение. У меня по натальной карте, я записывала всё, вот мы с моим, нашим семейным, в общем-то, астрологом, с Анной, мы, она так даёт натальную карту, что она целый час, наверное, или полтора часа, наверное, мы общались вот так онлайн, и я слушала всё, что она мне говорила по моей натальной карте. Она создаёт их каким-то нестандартным образом. Можно найти натальную карту в интернете, создать её и какие-то общие хотя бы намётки тоже там получить. Это есть. Но Анна обучалась где-то в каких-то, я даже не знаю, у каких учителей своих, и она даёт в таком другом ракурсе эту информацию по наталу. Знаете, что такое натальная карта вообще, друзья? Антон, вот может быть, вам это, кстати, пригодится. Когда скучно, вы не знаете, в каком направлении двигаться просто. Просто нет, знаете, фокуса, нет вектора и некому подсказать. Вот тут натальная карта очень сильно помогает. Я очень давно изучала астрологию, изучала вот дату своего рождения, что это, какие данные от природы есть у меня от рождения. И вот это мои знания, они совершенствовались. И как раз крайняя моя вот эта натальная карта от Анны. Кому нужно, кстати, кому нужен контакт, напишите мне. Я вам дам её контакт. Телефон, вы с ней в WhatsApp сможете связаться. В Instagram она сейчас меньше в связи с этими событиями. Поэтому могу дать её контакт. И более того, если вы скажете, что вы от Юли Анны, она вам сделает скидку. Стоит это всего 3 500. И ещё 500 рублей вы получите скидку по моей рекомендации. Раньше я когда-то ходила на встречу, когда-то, там лет 10 уже назад, это стоило 5 000. Ну, чтобы вы понимали, насколько это сейчас вообще просто. Такая работа. И такая работа, когда подробно по всем основным сферам жизни, по основным приоритетам выкладка. И для чего нужна эта карта натальная? Вы понимаете свои ценности, свои ресурсы, которые могут пригодиться вам в развитии, в этой жизни. И это, вы, например, можете, я, как я думала, что моя неусидчивость, это моя слабая черта. Что я могу, вот сидела-сидела, раз пошла картину писать, понимаете. Сидела, занималась делом там по бизнесу и пошла, вот посмотрела на картину, допустим, да. И я пошла, и мне захотелось какой-то элемент туда внести. Я картины люблю писать пролонгированно. У меня такой перформанс подетально, поштучно, вот так растягивая вот это удовольствие, написание вот это вот новая картина. Это бабочка потрясающая, которая парит над праной, над этой энергией жизни. И как бы пропуская её через себя, через своё тело, трансформируя, и потом после неё, после этого, вот здесь прана, через бабочку она проходит, и вот туда летит, там сверкающая частица уже трансформированной энергии, которую она дарит этому миру. Очень смысловая картина, у меня все картины со смыслом, это энергокартины, такие заряжающие. Она ещё свободна. И когда я понимаю, что это не моя слабая сторона, а это моя сильная сторона, благодаря тому, что я получила такую подсказку от астролога, и я себя за это перестала мочить, когда я там, ой, пойду опять порисую, или пойду там посуду, или там пойду там за хлебушком, или ещё чего-то, хотя я сейчас сидела занималась делами. У кого есть вот такое похожее, что вы, я не усидчивая, я никогда не была ребёнком там усидчивым и так далее, я вот такая гибкая, динамичная, плавная, энергичная, порой как бы хаотичная, реактивная. У меня реакция очень быстрая, туда-туда-туда-туда, и это оказывается моё сильное качество, и я это приняла в себе, и я его в себе даже, ну, культивирую и понимаю, что мне этого блага. Потому что, ну, раз и рождается. У кого вот так происходит, кто понимает, о чём я говорю, у кого тоже похожи вот такие ощущения, состояния. Или вы думаете, что у вас есть какая-то слабая черта, а на самом деле она может оказаться сильной, и вам, возможно, в этом поможет, это понятие поможет натальная карта. У меня прямо исписано целого так вот, 10 листов, наверное, то, о чём Анна мне поведала, и я к этой карте, вот сейчас вновь просто к ней вернулась, к этому описанию, и думаю, о, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и моё обучение там, и вот это. И мне надо то, что я меняю локации свои, люблю путешествовать, это мне во благо, у меня таким образом ко мне приходят денежные потоки, и даже там меняя место жительства, пожила здесь, получила этот опыт, то есть вот это у меня по наталу, понимаете? И я не знаю, когда я думала, ой, знаете, где родился, там и пригодился, это я продолжаю тему всё-таки про деньги, это всё взаимосвязано. И вот эти насаждённые убеждения ограничивающие, когда, ну чё это, я буду переезжать там из своего родного города и так далее. Когда мы понимаем и знаем свои сильные качества от природы, кто составлял свою натальную карту, кто интересовался своими качествами от рождения, кто интересовался своим гороскопом, поставьте плюсики. А то я говорю, и такая тишина в эфире. Но нет вопроса, да? Поэтому у меня к вам вопрос. Изучали ли вы свой гороскоп от рождения? Вообще гороскоп хотя бы, не только натальную карту. Я вам по ходу дела показываю, что я наношу на кожу. Крему Тиэль, золотая коллекция, Королевская Роял. И поэтому кому нужно, хочется познать себя, делала карту Анны. Вот Татьяна Бедина пишет. По моей рекомендации очень многие. Татьяна, помогло ли вам это, да? Потому что, ну кто-то может быть подумает, ну составлю её карту и чё? Зачем мне вот эти платить деньги? Плюсики, да? Есть. То есть меня сейчас это, и я у Анны дела, Ольга Ковалёва пишет, советую сделать, да? Есть результат, есть понимание, есть глубокое понимание себя. И вот отсюда пишите, кто делал карту, кто изучал свой астрал, свою астрологию. Напишите плюсики. Дайте ответ миру. Что вы себе интересны. Вы себе интересны. Что из вас может получиться в этой жизни, понимаете? Если вам не интересно, что там, из чего вы состоите, из каких исходников, из исходных данных, ну окей. Тогда скучно жить вот тогда. Артём, наверное, уже и вышел с трансляции, потому что, ну скучно. Не о том, как это, как это я пойду развиваться, как это я узнаю чего-то больше о себе. Лучше жить, может быть, и ничего не знать. Ольга Никитина, да. Да, плюсики. Работаю над ситуацией всё постепенно. Конечно, конечно, всё постепенно. Но самое главное, понимаете, получить, мне было важно получить информацию о том, я же уже много лет живу, у меня уже есть подтверждение того, что сказано в натальной карте. Мне не 18 лет, я уже прошла такой путь. И когда я понимаю, что у меня в наталье прописано то, что я уже прошла, yes, я иду своим путём, своим предназначением, где ещё я могу дальше усилиться. Что у меня, какие мои сильные стороны именно по наталу, по рождению. Иногда же люди, ну им так туго в жизни, ну так вот тяжело продавливать вот это вот всё, потому что не туда, потому что не своим путём. Но мы все разные, даже родившись в одно и то же время, но вы в разных точках на планете находитесь, это уже будет разница в судьбе. В одну и ту же секунду можно родиться на этот свет, но вы же не вот здесь, вы же находитесь ни в одной точке. Даже близнецы не могут иметь одинаковый натал, у них секунды рождения разные. Ну там минуты за секунду не получится родиться. Рождение – это процесс. Поэтому, как это связано с деньгами? Как ваш натал может привести вас к лучшему, к новому? Да, вот Светлана делает, пишет Светлана Николенко, натальную карту делала себе, сыну, дочери. Светлана, имеет ли это смысл? Как ты считаешь после того, как ты сделала себе, сыну и дочери? Имеет ли это смысл делать эту карту? Я свое мнение по этому поводу сказала, и у меня есть еще такой запрос, как бы, ну, что-то еще больше узнать о себе, потому что я сейчас тоже сильно переменилась. И понимаю, что мне нужна какая-то еще поддержка. Ну и вот, мне Ксения вчера прислала ночью информацию, которую я вот сейчас утром прислала. Меня это вдохновило, и меня это прет. И вот эта моя гибкость, она мне позволяет это принимать. И я, зная, что в Наталии у меня есть от рождения вот эта моя гибкость, реактивность, да, видите, какая связка, я не просто так болтаю на эфире, у меня все взаимосвязано и все в тему. Просто ловите, улавливайте вот эту связь, я ее к вам возвращаю. Зная свое сильное качество, вот этой гибкости, легкости принятия решений, реактивности, вот так раз, быстрота реакции, быстрота принятия решений, иногда мне казалось, что, ой, я ошибочно, я поторопилась. Но нет, в итоге потом получается все нормально, все в тему. И Ксения прислала информацию о том, что в Москве будет проходить сейшн крутой, со спикерами, про деньги, money, my mind. Вот, это будет 5 октября. 6 октября, вот Светлана Николенко сейчас тоже, мои девочки, на эфире, 6 октября мы встречаемся в Сочи, у нас ретрит нашей команды, нашей ракетной команды светлых птичек, вертикальный взлет, мы встречаемся в Сочи. Людей будет немного, это точечная работа, вот вам повезет тем, кто там будет, Светланочка, понимаешь, да, потому что это может стать толчком тоже к вашему вот такому полету. Вы напитаетесь вот этой праной, вот этой энергией, которая вот здесь у меня на картине изображена, сможете это все трансформировать, переварить и дальше ее отпускать в мир. И это будет приносить вам вот такой свет и сияние, в котором находится эта парящая бабочка. Меня вдохновляют люди. Я посмотрела одного из тех спикеров, которые будут там, а там будут люди, у которых я уже училась разным темам, и психосоматики в том числе, и теми взаимодействия со своим телом, йогические определенные практики. И эти люди будут там, я мечтала побывать на живых встречах с этими людьми. А здесь будет прямо вот концентрация людей, и там будет еще больше этих спикеров, которые, от которых я знаю, что я напитаюсь. И меня это до того сейчас вдохновляет. Это будет день, и я готова пойти на то, чтобы 5-го числа быть в Москве на этой сессии. Причем это будет до глубокой ночи, потому что мы берем VIP-билет на этот сессион, на эту конференцию. А VIP-ы всегда остаются там VIP-вечеринка после основного занятия, после обучения. И с утра до вечера, до 9, с 11 до 9 это будет обучение, а с 9 до 12 это будет VIP-вечеринка со спикерами и с VIP-гостями. И я там тоже буду. А в 4.55 у нас самолет уже из Москвы на Сочи. Потому что у меня в Сочи ретрит с моими птичками. И вы представляете, кто приедет на ретрит, какие мы с Ксенией приедем туда заряженные с этого мастер-майнда? Ехать или не ехать на ретрит, да? Если вы не попадаете на мастер-майнд, то вот эту трансформированную уже энергию, то, что мы успеем переработать за ночь, мы сможем поделиться этим с вами в течение 4 дней нашего ретрита. Кто в моей команде, кто уже в моей команде, а кто еще не в моей команде, вы можете успеть в нее войти. Я наношу вот этот крем тоже от Сиэля. Smart Clinical Professional Peptide Cosmetic. Потрясающая штука. И про деньги. Вот это, сейчас я прочитаю обязательно, что... Светлана, да, в Сочи будет, я знаю. Я поэтому тебе и говорю. Поэтому представляю, что вас там ждет. Про деньги. Про деньги и духовность. Вообще этот эфир про деньги и духовность. Недавно прилетел такой, как бы, комментарий про деятельность моей Ксении. И я отношу это и к себе, потому что я делаю то же самое, что и она. Ксения, это моя дочь, кто не в курсе. Мы вместе развиваемся. Мы друзья, мы друг для друга наставники, подруги. Но при этом мы мать и дочь. Потеряла. Сейчас найду. Про деньги и духовность. Прилетел такой комментарий, что я хотела бы, чтобы мне получать хотя бы там 10-20 тысяч дополнительно к моему семейному бюджету. Но я не хочу, как ты, постоянно себя снимать. И вот этим вот заниматься. Вот в этих соцсетях постоянно заниматься. У меня... Продолжение. У меня... Я иду сейчас своим духовным путем. Я просто вспоминаю, чтобы вам более дословно передать текст сообщения. Я иду своим духовным путем. И с этого я считываю, что идти себя снимать, выдавать себя этому миру, снимать себя постоянно и в соцсетях себя показывать, это не духовно. Вот это то, что я считываю. Вот это послание одного человека, у которого, по сути, не хватает на жизнь. Запомнили, да? Один персонаж. И другой персонаж, которого я сегодня утром посмотрела, прочитала. О чем он пишет? Что у него там парню нет 30 лет. За три года из клерка с бюджетной сферы наемного труда, за три года, он сейчас вышел на уровень получения, я уже не помню, сколько миллионов, и у них в плане проекты, которые там миллиардные прибыли, партнеры и так далее. То есть за три года. Молодой парень, с виду вот дрищ просто, я бы на него посмотрела на улице и сказала бы, о господи, что вот это вот, какой там он спикер на крутой конференции. Но когда я посмотрела его квартиру, которую он снимает в центре Москвы, трехэтажную, на первом этаже у него такое пространство рабочее, у него в квартире там свой, он ее снимает, он ее даже не покупает, он говорит, это придает мне легкость. Недвижимость, она как бы пригружает земли, а это дает мне легкость. Я даже, ну надо поинтересоваться, кстати, сколько стоит аренда такой квартиры, трехкомнатной, трехэтажной точнее, какой трехкомнатной? Трехэтажной в центре Москвы, на втором этаже там спальня, спальня ребенка, ребеночек там еще маленький совершенно грудной, няня, жена поехала по делам, поехала в другой город, там занимается няня с ребенком, и нет в этом никакой трагедии. Как бы нет вот этого, что я там мать, как там, в общем, говномать. Там няня, там все, ребенка обихаживает, он там, когда, я когда вспоминаю, у меня очень тепло на душе, я к ней поднимаюсь, там на второй этаж к доченьке. Вот, то есть нет вот этого фанатизма, ребенка вырастят, но какой ребенок получит пример для жизни? А на третьем у него там мансарда, вид, бассейн в центре Москвы, на крыше вид на Москву и так далее, лежаки, гамаки. А на первом этаже рабочее пространство, тут приходят люди, это как бы такой и офис, и рабочее пространство, и он рассказывает о том, что он по ходу дела, он спит там 4-5 часов в день, утром встал, утро начинается с тренировки, медитации. Медитации. Я когда это услышала, я вспомнила слова вот из этого сообщения, которое он мне говорил, у меня свой духовный путь развития, при этом денег, ну, мало. И человек, второй пример, у которого есть и духовное развитие, и это не мешает ему развиваться в сфере вот инфобизнеса и в мире материальном. И о чём он говорит? Я прочитала его пост, о чём он говорит. Что дают деньги? Что дают деньги? Не просто как таковые, а деньги в крупном масштабе. Вот слышали, что деньги дают свободу, да? Я это подтвердю. Это свобода, вот лёгкость во всём, и это даёт время изучать себя, время быть ближе с собой. Он говорит, когда я иду на тренировку, вот у профессиональных спортсменов, у тех, кто ходит, просто качается в спортзал, у них, вот мне понравилось его это пояснение, я передаю вам его слова, что люди, вот спортсмены, им некогда подумать о теле, им некогда услышать себя, потому что они заняты немножко, не немножко, а вообще другим. Они накачивают мышцу, они не думают о том, а как мне вот это движение, как я себя чувствую, когда я там вес поднимаю, а что сейчас, какая мне приходит информация, когда я там делаю приседания или ещё что-то. Есть контакт с телом, а тело это наше бессознательное, когда мы себя говорим, а как мне сейчас, а как мне сейчас? Вот не все даже дослушали сейчас до этого момента, я уверена, кто-то уже вышел из эфира, что она там несёт. Это нормально, не для всех эта информация, и, конечно, к таким доходам, поэтому, именно поэтому приходят не все, потому что надо идти и фашить там на какой-то работе, а зачем мне слушать вот это вот? А это тоже развивающее, это просто мысли другого человека о другом, о том, что может вас тоже вывести на какие-то новые спирали развития, чтобы трансформировать какую-то энергию, трансформировать через себя, но эту энергию сначала надо получить. Вот эта бабочка, она прикоснулась к этой пране, там вот эти её лапки, они едва касаются этой праны, она ещё не вкусила её. А чтобы трансформировать, надо же это получить, и где-то это нужно получать. Кому-то достаточно сейчас моих эфиров. Они вас выводят на какой-то другой уровень, о котором вы мне пишите, что вы стали по-новому, по-другому принимать какие-то ситуации в жизни, чисто даже психологически. Это очень классно. Это уже шаг к чему-то новому. А дальше придёт что-то другое. Ищите, постоянно ищите, а где я что могу найти. Набирайте просто в интернете, как зарабатывать деньги, там ещё что-то, money. Поисковик вас выведет туда, куда нужно вам. А может быть, эта информация придёт вам через других людей. Батарея садится. У кого есть возможность, или кто живёт в Москве, или кто-то хочет вот так же прокачиваться, кому нужна конференция, у кого есть деньги на это, потому что на саморазвитие, опять же, да, духовность. Где мне взять духовность? Ну, просто сидеть в медитациях, жечь свечи, просто читать молитвы или ещё что-то. Господи, помоги, там, или ещё что-то. Ну, как-то оно не сильно работает. Христианцы вообще, ну, народ христианский очень бедный. Другие религии, я смотрю, как-то у них что-то побогаче. Простите, да простят меня христиане, как бы. Ну, по факту, потому что такая религия. Иди, преклоняйся и отдавай ближнему или ещё кому-нибудь. Не об этом сейчас, не об этой теме. Но важно, во что вы верите, на что вы медитируете, в какие грани вы себя ведёте. Кто для вас является наставником? Посмотрите на своё окружение, на свой кошелёк, на тех людей, кто рядом с вами, кого вы слушаете. Вот Антон, понимаете, который вышел, есть ли ветры в Новороссийске? Ему это нафиг не нужна информация. Ему не нужен Новороссийск, он здесь велик покупал. Так его нет уже, наверное, на эфире, да, Антон? Если вы есть, я сильно удивлюсь и возрадуюсь. О, видишь, что Светлана пишет, мы даже на одном рейсе, возможно, полетим в Сочи. Прикол. Вот так вот, понимаете? Вот, побывать в Сочи, есть такая мечта. И Светлана, я вам хочу сказать, Светлана человек, который работает поваром, у которой нет там лишнего, как бы, да? Светлана, я правильно скажу? Но она едет на этот ретрит, понимаете? Она едет за чем-то новым. И она сейчас ефашит в сибирском здоровье в моей команде, моя светлая птичка, Светлана Николенко. И она идет в это развитие, ей непросто. Она приходит там, ну что такое работать поваром? Это офигенно тяжелая работа физическая. Когда прийти бы и вот так вот, я знаю это прекрасно, но она едет за чем-то новым для себя. И это точно будет какой-то путь трансформации. Нужно это делать. И я выбираю ехать, я выбираю быть там не выспавшейся, быть там уставшей или еще как-то, да, чисто на физическом плане. Но я знаю, я уже так для себя выбирала, я уже так проживала, когда усталость физического тела дает кайфовое состояние вот здесь вот в башне. Когда ты думаешь, кайфую вообще, просто меня аж вот так вот штырит и колбасит и всяко-разно. Знакомы ли вам вот такие эмоции? Я хочу вас просто зарядить на то, чтобы находить это в жизни, искать и находить. Мозг ищи, давать своему мозгу команду, мозг ищи. И он обязательно найдет для тех, кому это нужно. Для тех, кто готов к вот каким-то трансформациям, готов получить энергию в том объеме, в котором, на какой есть вот на сегодняшний день емкость вашей внутренней батарейки. Вам придет именно та информация. Если не готов, то придет какая-то другая информация, но только если вы ее ищите. Если нет, и болотце затягивает, и в нем классно, кайфовенько, тепло, ну так вот пованивает, но в целом нормально сойдет, это тоже нормально. Путь души у всех разный. Не нужно говорить, ой, я вроде так хочу, но вот мне вот это не надо, но я вот так делать, я тоже не готова. У меня свой путь духовный, я вот здесь развиваюсь. Не надо, тогда не спрашивайте, а как мне бы заработать еще тысяч 10-20 к своему семейному доходу. Ну не получится, не получится, если вы не готовы что-то делать, и вы где-то там проявляться, являться этому миру. Не получится. Деньги приходят только через проявление этому миру. Если хочется сидеть в домике, окей, сидите в домике, тогда не запрашивайте у Вселенной, мне бы хотелось получать чего-то большего. Надо делать чего-то больше, если хочется получать больше. По-другому никак. Только через делание, деяние, проявление. То есть я должна быть где-то еще, кроме того, где я нахожусь сейчас. Пожалуй, все, ибо батарейка завершается. Ваши комментарии. Вот Светлана Николенко даже пишет, понимаете, человек, который, она пишет, нахожусь на работе, эфир зависает, посмотрю в записи. И она посмотрит, и я это знаю, потому что это человек, который в пути, в пути своей души. Про натальную карту. А, да, Светлана, ты же там писала про натальную карту. Сейчас я вернусь. Делала себе сыну дочери. Вот, а Татьяна Бедина, которая тоже делала натальную карту, написала. Меня ошеломило раскрытие далеких моих черт и желаний. Так, как это так можно увидеть? Это натал, это натальная карта, это не видение, это не Анна увидела. Это то, что у вас заложено от природы, она вам передает эту информацию. Вот у нее какое-то крутое обучение, считывание информации вот с этого астрологического поля. И как это можно увидеть? Вот такие черты и желания. Когда вы их знаете, вы смелее просто идете. Это придает прям вот энергии такого вот толчка для исполнения желаний. Вот это то, что дает натальная карта. Кому нужен будет контакт, напишите мне, я вам пришлю ее телефон. Я не могу вам сейчас просто открыть, я бы вам продиктовала. Хотите, я вам продиктую, напишите плюсики, кому нужно, я продиктую тогда в эфире. Вот, и Светлана Николенко пишет про натальную карту. Я до сих пор все переосмысливаю. Да, это надо. Потому что мы должны знать, на что способны именно. Вот для этого нужна натальная карта. Почему ее нужно делать своим детям, которые уже, ну, в осмыслении в каком-то там 18-20 лет. Если они будут знать свои сильные стороны, это будет очень круто. Давай, я попробую сейчас взять другой телефон. Наверное, у меня здесь есть в контактах ее номер. Сейчас, друзья. Да, Анна Андреева, записывайте. Анна Андреева, астролог. Астролог уникальный. Я таких, ну, у меня таких больше нет контактов. Пока, пока нет. Анна Андреевна, астра. 8, 919. 875. 07-86. Еще раз. 8, 919. 875. 07-86. Если скажете, что от Юлианны, вам будет скидка 500 рублей. Вместо 3 500 у вас будет 3. Это, понимаете, есть бесценные данные. Есть бесценные информации, которые, ну, нет цены этой астрологической, этому, как бы, это даже, это не гадание. Это просто констатация факта по дате вашего рождения. Все. А вы уже, что вы будете с этим делать, это уже ваше дело. Светлана Никольенко пишет, очень крутой астролог, все видит и направит. Это не она видит, понимаете. Вот не надо идеализировать эти моменты. Все приходит в нужное время. Ну, конечно, вот Ирина Кузнецова запросила плюсиком, да, запросила телефон астролога и пишет, все приходит в нужное время. Сто процентов. Ничего не может прийти к вам того, к чему вы не готовы. Вот ко мне сейчас пришла вот эта конференция, куда мы летим в Москву, потому что я к этому готова. Через Ксению мне вот эта вот информация пришла, потому что она к этому готова. Она там вчера сидела, трансформировалась целый день. Это ну просто, еще знаете, что круто, когда у вас в поле есть люди, с которыми вы созвучны, и вы можете этим поделиться. Вот мы с Ксенией создали так свои отношения, что вот мы сидим там, кого-то раз одно осознание накрыло, я тут же ей надиктовала, потому что я понимаю, что она занята, и я не буду ей звонить вот каждый раз, что вот послушай меня, у меня там то-то. Иногда и так бывает, но мне, чтобы не опустить вот это осознание, не утерять, мне важно его зафиксировать, поделившись им. Вот я сейчас с вами делюсь этим осознанием, и это будет масштабироваться, потому что кто-то это сможет принять. И мы раз наговорили друг другу Ауди, о, вот я сейчас вот это, мне пришло вот это, через вот это, через вот это, через вот это. И я это интегрирую в себе и понимаю, а как это работает для меня, вот это ее осознание. И точно так же она мне, вот она мне сидела вчера, у нее такой трансформационный день был. У меня свои были трансформации там по моим темам, которые созвучны ей, потому что мы в одном поле, и мы с вами в одном поле. И мы вообще с вами, вы помните, кто смотрел мое это крутое осознание о том, что мы с вами, вот все, абсолютно все, мы с вами частицы одного Духа. Вот есть Дух, который, придя на, послал на Землю вот эти наши частицы Души. И даже там какая-нибудь, я не знаю, скандальная Баба, это тоже частица одного моего Духа, и это тоже как бы зеркальное отражение меня. И Дух просто через нас вот так получает информацию. Я с вами сейчас делюсь именно как с частицами одного Духа, вот этого единого стержня, от которого мы все, чтобы, для чего? Я делаю все корыстно. Чтобы мой Дух, получив вот эту информацию от меня, вы получили ее, вы сами получили благодаря этому какой-то опыт и поделились этим, переслали ее своему нашему Духу, общему, единому. А этот Дух потом как бы, он снизводит эту информацию вновь обратно всем своим Душам. И я получаю еще какой-то опыт, мне приходит еще какая-то информация. Вот так мы обмениваемся друг с другом. Не так, да, как бы, когда создает карту, все переплетения наши, сколько раз двери нам открывала судьба, а мы не понимали, потому что живем под своими, да, своих предков, как они нас учили. Вот, да, Светлана, спасибо большое за вот это озарение. Для чего еще нужен Натал? У нас есть определенные ограничивающие убеждения, которые мы получили по роду от наших предков, от нашего окружения, от родителей и так далее. Это все классно, это все работало, это нам играло во благо. Не надо думать, что ай-яй-яй, какие плохие наши предки, они нам вот это все насадили. Это был самый лучший вариант для развития нас, нашей души и нашего проживания вот в этом воплощении в тот период времени, сколько мы уже прожили. Все, классно, спасибо, благодарность всему нашему роду. Однако, приходит время, когда моя душа забросила еще какую-то информацию, она хочет идти дальше. Ей уже неинтересно и скучно жить по правилам предков и рода. Знаете, что я сейчас обратила внимание, смотрю, в ТикТоке смотрю, и мне прилетают вот такие вот видосики, танцы. Как танцует современная молодежь, это же просто фантастика, это же какой-то фейерверк, потому что это какая скорость. И я, глядя на них, я думаю, боже мой, какая скорость, какая скорость движений непередаваема. У меня такое восхищение ими. Вы видите сейчас перемены вообще в современном мире, даже в сфере танцев, потому что я понимаю сейчас, глядя на них, что скорости сейчас выросли во всем. В передаче информации вот это. Вот сейчас мы сидим и, ну как это возможно, да, что вы видите меня, слышите скорость света, скорость звука и скорость движений. Скорость движений на физическом плане материальном, скорость движения нашей мысли. Как быстро вы умеете обрабатывать информацию, получать информацию, обработать ее, трансформировать и применить. Вот эта скорость определяет наше бытие. Наши финансовые потоки, наше духовное развитие, состояние нашего тела, нашего вообще вот всего того пространства, которое мы с вами для себя создаем. Ну вот так происходит. Я не знаю, как это, но вот так это действует. Мы сами создаем силой мысли. А мысль, она нас направляет туда, где мы видим пути. А пути нам могут подсказать люди. Кто-то вот Юлия Анна с экрана, кто-то в натальной карте, кто-то мимо проходящий человек сказал какую-то фразу. Где-то на работе я что-то еще услышала. Но это же круть крутейшая. Какие возможности сейчас открываются для тех, кто их ищет. По-другому никак. Кто не ищет, того уже нет на эфире. Поздравляю вас в тем, что...